Слава Господу! Я вас приветствую, меня зовут Генри Мадава, я пастор Церкви Победы, здесь, в городе Киеве. Ну, вы все знаете, что Киев – центр земли, все крутится вокруг Киева. Это ученым еще придется доказать, но мы уже об этом знаем. Но в любом случае, Бог любит каждого, и у Бога есть великие планы по отношению ко всем нам. Что меня радует, это то, что когда Бог имеет планы по отношению к кому-то, Он всегда что-то дает. Например, когда у Бога был план по отношению к Адаме, Он дал ему сад едемский, Он дал ему власть, чтобы он управлял всему. Разница между Адамом и Адамом – это то, что Адам сохранил то, что Бог ему дал, а Адам потерял. Вы представляете, как важно хранить то, что Бог тебе дал. Сегодня мы об этом будем говорить. Приглашаю вас внимательно слушать, чтобы не терять то, что Бог тебе дал. Давайте будем слушать. Получить что-то в жизни тяжело, но оказывается еще тяжелее, когда ты уже получил и хранит. Многие люди, которые меня сейчас слушают, вы уже давно потеряли все, что Бог вам дал. Вы даже и в разочаровании многие люди живут, потому что когда ты теряешь то, что было от Бога, неизбежна депрессия, боль, разочарование, ненависть к самому себе только потому, что потеряли. Заметите, Бог желает, чтобы мы хранили все, что Он нам дает. Амин. Первый Тимофей, 6 глава, 20 по 21 стих. Библия говорит, это очень редко, чтобы вы видели такие крикливые слова Павла. О Тимофей! Это можно, о Саша, о Миша, о Валя, о Оля, Храни преданное Тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословие лжим именного знания. 21 стих. Которому предавшись некоторые уклонились от веры, благодать с тобою. Амин. Заметите, Павел, он прямо крикливо говорит, Тимофей, о Тимофей, Храни преданное Тебе. Когда Тимофей в жизни добивался чего-то, он думал, это главное. И потом ему передали, это похоже на то, когда мы просим у Бога что-то, потом нам передали. И Тимофей добился, ему передали. А Тимофей, когда получил, он не знал, что есть шаг после получения. А этот шаг после получения называется хранить. И Павел говорит, Тимофей, ты получил, молодец, теперь храни. Когда Бог дает тебе что-то, это его доверие. Он хочет, чтобы ты хранил. Чтобы ты не потерял. Притом, заметьте, ответственность хранить на нас. В притче написано 14 глава 1 стих. Там говорится вот что. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Так, значит, глупость нуждается в орудии, чтобы разрушить. Глупость не так бегает по воздуху. Меня зовут глупость, я разрушаю. Нет. Глупость должна найти орудие. А в этом случае глупость нашла орудие женщины. Но глупость ей все равно, чьи орудия может использовать руки мужчины, мужа. Здесь говорится собственными руками. На самом деле, это глупость поработал через руки этой женщины на разрушение ее семьи. Скажите, кто будет плакать за разрушение той семьи? Она. Кто будет рыдать? Она. Кто будет бежать к маме? Она. Кто будет крик на весь мир поднять? Она. Кто будет мучиться и страдать в сердце? Она. А кто разрушил? Она. Кто вызвал слезы? Она. А как она это сделала? Она поддалась глупости. Притом, глупости может использовать разные орудия. Не только руки. Глупость может разрушить через язык. Многие люди руки свои не отдали, отказались. Глупость, я тебе мои руки не даю. Но дали свой язык. И разрушили семью собственным языком. Хотя руки были спрятаны. глупость. Глупость, если найдет орудие, разрушит. А мудрость. Мудрость тоже ищет орудие. Поэтому выбор такой. Нужно всегда отдаться мудрости. Многие люди сидят сегодня и думают, как это у меня разрушилось столько много в моей жизни. Это значит, где-то, где-то ты разрешил глупость, разрешил глупости взять какие-то орудия из твоей жизни и через них разрушил. Ты можешь обвинять весь мир. Обвинять Бога, пастора, звезды, мужа, жену, детей, соседей. Неважно, суд, твоя глупость использовал тебя. Все, что связано с тобой, если разрушится, ответственен ты. Поэтому Библия говорит противостаньте дьяволу. И он убежит. Если дать ему место, он развалит. И он так сделает, как будто виновны все, кроме тебя. А на самом деле ты автор собственного разрушения, потери, боли, слезы. Автор ты. Бог желает, чтобы мы хранили. Это очень важно. То, что нам Бог доверил. То, что Бог нам дал. Он хочет, чтобы мы хранили. Первое. Что нам хранить? Что нам хранить? Первый, номер один. То, что мы уже назвали. Надо учиться хранить отношения, которые Бог тебе дал. Надо их хранить. В случае притчи, которую мы читали в 14.1. Это семью, дом. Надо было хранить. Вышла замуж, храни эту семью. Вы знаете, как человек создаёт семью, и сам же идёт на разрушение её. Вот это сумасшествие. И получается, надо хранить те отношения, которые Бог тебе дал. Их надо хранить. Если их не хранить, достаточно желающий захватить, развалить. Достаточно. Поэтому надо хранить. Мы с вами поняли, что мудрость сохранить. А мудрость работает при наличии качества, которое называется плод Духа. Вот Галатам 5, глава 22-23. Библия написана там по 24-й. Плод же Духа, любовь, радость, смерть, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротос, воздержание. Но таковых нету закона. Но те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями. Мудрость усиливается, укрепляется при наличии плода Духа. Доброта помогает мудрость. Терпение содействует мудрость. А обида, наоборот, мудрость не черпает силы от обиды. Мудрость черпает силы от плода Духа. Хочешь, чтобы мудрость была главной везде, то включи плод Духа. Потому что плод Духа и мудрости, они рядом всегда. Они укрепляют друг друга. Это они дают, плод Духа дает тебе учиться сдержанно реагировать на ситуацию. Вот, поэтому получается, плод Духа нам помогает. Храни отношения, которые Бог тебе дал. Храни семью. Храни детей. Храни отношения в служении. Храни все, что Бог тебе дал. Я бы дал такой совет. Сделай инвентаризацию. Какие отношения ты разрушил и какие ты построил. Почему я прошу про инвентаризацию? Потому что вдруг можно много чего еще восстановить. Вдруг можно еще. Там, где ты разрушил, начинать шаги восстановления. Там, где ты построил, хорошее построил, развивать. А там, где ты плохое построил, убрать. Потому что оно тебе не надо. Храни Божие отношения. Второе. Храни спасение твое. Что нужно хранить в жизни? Храни спасение. Спасение надо хранить. Библия говорит. К филиппинцам, 2 глава, 12 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Первое, что поможет тебе хранить спасение, это послушание. Это послушание Богу и Его легитимной власти. Дома легитимная власть Бога – это муж. Дома легитимная власть Бога – это родители. На работе легитимная власть Бога – это директор. В церкви легитимная власть Бога – это пастор. Получается, есть правильная, законная власть Божия, которую Он поставил дома, на работе, в служении, везде. Послушание. Когда Иисус Христос пришел на землю, Библия о нем говорит, что он был послушный аж до смерти. Булно было? Да. Неприятно? Да. Плунули ему в лицо? Да. Били его? Да. Распяли его? Да. Унижали его? Да. А он ругался? Нет. Что он делал? Послушным был. До смерти? Да. И как Бог среагировал? Бог дал ему имя выше всякого имени. Замерите, послушание имеет респект от Бога самого. Второе. Это очень важно, чтобы мы это знали всегда. Искренность. Искренность всегда поможет хранить спасение. То есть, когда человек всем сердцем, честно, от души, всегда там, где хитрость, где подполные дела, где какие-то все интриги, там шанс, чтобы потерять спасение всегда высокий. Там, где всякие интриги, подполные движения, искренность от души поможет тебе хранить спасение. Все, что забирает спасение у людей, плохо влияет на человека, который искренний, честный и от души. Очень плохо влияет. А там, где интриги подполные, спрятанные, там всегда легко, все, что забирает спасение, оно легко прилипается к таким вещам. Всегда. Третье. Если мы хотим хранить спасение, потому что надо хранить, говорится там страх, имеется в виду, если человек имеет страх терять спасение, он будет хранить. То есть, не забудь последствия потери спасения. Что значит, я потерял спасение? Это значит, навеки в аду, огненное озеро, навеки, и веки, и веки, и веки. Второй Тимофей 1, 9. Библия говорит. Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодать данной нам во Христе Иисусе преждевековых времен. Призвание дано нам. Это Божьи доверия, это Его любовь к нам. Призвание, которое дает нам Бог, это договор Бога с тобою. Это как будто, это то, ради чего ты родился. Ради чего ты на земле. Храни это призвание. Оправдай это призвание. Развивай призвание. И оправдай Божьи ожидания. Когда Бог дает тебе новый уровень в жизни, Он не имеет в виду, чтобы ты его потерял, вернулся назад и обратно. Он имеет в виду, это твой новый, храни его и держи этот уровень и живи по этому уровню. Не теряй уровень, который Бог тебе дал. Это как спортсмены. Если спортсмен достиг определенный уровень успеха, от него требуется, чтобы он хранил этот уровень. Это уже должно быть его минимум. В следующий раз только лучше или хотя бы так же уровень. Многие люди потеряли свой уровень. Мне понравилось, как сказал один человек, и он прав был. Он сказал, вдохновленность дает мне начинать дело. А привычка помогает мне продолжать и хранить. Храни самого себя. Ты самый большой подарок от Бога самому себе. Когда тебя нет, все твое разрушается. Как только тебя не стало, ни семья, ни призвание, ни спасение, ничего уже нет. Потому что все это есть, когда есть ты. Не теряй себя. Люди, которые теряют себя, они несчастнее всех людей. Это то же самое, что огонь горит и сам себя тушит одновременно. Поэтому это очень несчастное положение. Не теряй себя. Матфея 10, глава 39, Библия говорит так. Сберегши душу свою, потеряйте ее. А потерявши душу свою ради меня, сбережет ее. Самый лучший метод хранить себя, это держаться Господом Богом. Как бы ни было, держись. То есть, веруй, держись, переноси, продолжай идти, не уступи. Свои ценности особенно, которые от Бога в тебе. Храни их. Держись. Как бы ни стало. Чтобы хранить все, что Бог нам дал, нужно быть глубоко отдан Господу Богу. Бог – источник. Он источник твоей семьи. Он источник твоей красоты. Он источник твоих денег. Он источник земли, на которой ты ходишь. Он источник машины, в которой ты ездишь. Страна, в которой ты живешь. Все от Него. Поэтому наруши ты отношения с Ним, ты нарушишь отношения со всем. И земля начнет тебя отвергать. И люди начнут тебя отвергать. И все начнут тебя отвергать. Потому что все под Богом. Вот поэтому будь отдан Богу. Как выражается эта отданность Богу? Первое. Мы будем читать 2 Тимофею 1.12. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен, сохранил залог мой на онний день. Вот Павел пишет Тимофею его отношения с Богом. Первое. Он говорит, я страдаю, но я не ухожу. Это называется посвященность. Павел посвященный. Он страдает, но не уходит. Он посвящен Богу и посвящен всему. Посвященность говорит об отданности. Поэтому Павел говорит, я страдаю, но я не колебаюсь. Это посвященность. Многие люди имеют правильные формули, правильные цитаты библейских местописаний, но сердце не посвящено Богу. Второе. Павел говорит, не стыжусь. Он говорит, не стыжусь, потому что я знаю, в кого я уверовал. Многие люди стыдятся Бога. Павел говорит, я не стыжусь. Что это значит? Это значит, он говорит, я горжусь Богом. Я в восторге от Бога. Бог мой впечатляет самое большое впечатление. Евангелие от Матфея 12, глава 43 по 45. Павел говорит, не теряй ничего из того, что Бог тебе дал. Почему важно не терять то, что Бог дал? Потому что как только ты потерял, то ли призвание Божие, то ли уровень Божий, то ли в семье что-то ты наделал и тому подобное, гораздо тяжелее восстановиться. Не теряй то, что Бог тебе дал. Храни то, что Бог дал тебе. Храни уровень, который ты достиг. Слава Богу, слава Богу. В жизни есть такое правило. То, что ты сделал сегодня, оно остается. И то, что ты сделаешь завтра, добавится к тому, что ты сделал вчера. И то, что ты сделаешь послезавтра, добавится к тому. И вот так строят дома. Вот многие люди не растут в Боге. Причина. Бог им что-то дает, и они теряют тут же. И то, что Бог дает завтра, должно было строиться на то, что было вчера. Но то, что было вчера, уже украдено, потеряно. И в результате мы не видим каких-то видимых, очевидных развитий. Бог так не хочет. Храни. Одно из вещей, что важно хранить, это исселение. Я всегда рад, когда я вижу людей, которые получают исселение. Но я еще более радостный, когда они сохраняют. Давайте посмотрим на людей, которые получили свои чудеса. И сегодня ожидай свое чудо. Но еще больше ожидай получить чудо и хранить. Давайте посмотрим. Как вас зовут? Какая была у вас проблема? Вы не могли ходить самостоятельно? Понятно. Отец, я благодарю Тебя во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Не волнуйтесь. Пойдемте со мной. Этот человек был парализован. Пойдемте, пойдемте. Спасибо, Отец. Да, Он делает это во имя Иисуса Христа. Свободен, исцелен во имя Иисуса Христа, Божьей силой, силой Господней. Давай, давай, продолжай. Давай, продолжай идти. Не бойся. Я рядом с тобой. Я возле тебя. Мужчина ходит. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, Он не мог ходить. Поэтому Он носил пакет, потому что не мог ходить в туалет. Но добрый пастор, Иисус, пришел дать жизнь. Давайте скажем Аллилуйя. Эта девушка родилась калекой, и она не могла ходить самостоятельно вообще. Она пришла со своими друзьями. Они ее принесли, и сегодня вечером она начала ходить. Как тебя зовут? Абая. Кто с тобой пришел? Все члены церкви. Они тебя принесли? Она пришла с болью, а сейчас боли нет. Ты не чувствуешь никакой боли? Хорошо. Я хочу пройтись с тобой. Просто пройдемся. А теперь, пожалуйста, вернись и иди обратно. У тебя больше нет боли в ногах? Нет. Благодарю тебя, Небесный Отец. Слава Богу за такие чудеса. Бог благ. Действительно, Бог благой Бог. Он любящий. У него самое лучшее по отношению к каждому из нас. Я иногда, я люблю думать время от времени. И когда я начинаю думать обо всем, что Бог сделал для меня, у меня столько радости и благодарности Ему. Но все начинается с того, что человек должен примириться с Богом и стать Божьим дитем, чтобы Бог мог давать тебе Его благословение. Если ты никогда не покаялся, никогда не примирился с Богом, помоли со мной такую молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце. Во имя Иисуса. Амин. Если ты помолился эту молитву искренне, то Господь Богу слышал тебя. И я хочу помолиться за тебя. Если тебе нужно чудо, то возложи руку там, где болит в твоем теле. Сейчас я буду молиться, и мы ожидаем вместе чудо. Боже, провозглашаю исцеление, запрещаю всякие болезни. Отец, пусть сила Твоя сойдет, исцеляя, освобождая и даруя полную победу во всех вопросах жизни. Во имя Иисуса. Амин. Слава Богу! Пусть вас Бог благословит. Если Бог что-то сделал для вас, сообщите нам. Мы хотим радоваться вместе с вами. Напишите нам письмо. Мы хотим знать вас. Мы любим вас, потому что Иисус вас любит. Храни все, что Бог дал тебе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...